здорово народ я вам вчера это там сегодня будет у нас вторая часть про цены я вчера кое-что забыл потом кое-что вспомнил но и сейчас так получилось что подъехал к заправке тоже в городе я просто про нее забыл вот дизель 3390 3690 вчера там было которое мы были 3590 за и 3790 не 3580 и 3780 но так что вот сейчас мы тут быстренько раз раз заправимся и я кое-что еще вспомнил и вам потом расскажу расскажу про кое-какие цены а тут вот недалеко вот 37 там заправка такая маленькая зашитая может тут я не знаю обманывают в чем-то может нет был на сервисе это на сервисе был и чё а но вот сделал там сервисную работу свою какую-то надо было кофе дали вот такой кофе 100 кром это так ну я как бы не прошел я всегда говорю заплатить ну иногда да иногда 20 процентов скидку дадут иногда дают вот платить не платить вернее надо полностью платишь и надо скидку дадут в зависимости наверно отмены от народа там от кого от того как это как внушаю доверие как можно моя выглядит красиво или некрасиво так ну вот сейчас мы заправимся так карты может упадет можно чтобы получилось так что не заплатил пошел заправились 56 литров сколько я заплатил 1896 так поехали дядька она будет заправляться так поедем мы сейчас сделаем еще один сервис я сейчас еще проверю если у меня есть чистые бланки вот этого расходы в кошелечек спрятать чтобы это будет закрывать никто не заехал потому что будет успел успели успели мы успели успели на 55 литрах 110 крон 110 крон это две буханки хлеба мармалек вот почувствую себя пенсионером так ребята еще хотел глянуть что у меня есть если у меня чистые листы должны быть этот вот один этот есть все тогда можно ехать на сервис сделать еще вот она будет сервисный протокол писать так про цены вспомнил я вот что еще вспомнил я цены на яльца значит последний раз в крайний раз правильно товарищ который я вижу в крайний раз вот в крайний раз мы был у нас большой накоп затарка там как называть правильном и мы скупились что то под 10 тысяч 9700 с чем то вот я это были в скидке возможно это не сезон возможно они там не несут ну зима была это было это было 28 февраля мы скуплялись вот яйца стоили что то 170 что ли кроны или 176 а скидка была они были по 129 ну доллар 22 евро 25 вот там переводите вот ну опять же сейчас вот пасха будет 9 числа через две недели ну грубо через две недели чуть больше сегодня какое 21 оно 9 да вот так это может опять подорожает может быть дешевле не знаю ну вот вот такая вот цена вот мы их покупали вот поэтому дорого это или нет ну как не знаю для кого каждый день их не покупаешь там ну бывает хоть с нибудь надо там салат или что вот такая цена на яйца вот она просто она просто есть вот для работающего человека ну тяжело понимаете вот определить что дорого что дешево ну для пенсионера допустим дорого для работающего человека скажем так смотря в какой сфере какой то да ну может дорого может нет ну дальше сахар вот сахар точно точную цену не скажу потому что я говорю вот в этой большой большой затарке оно все теряется но мы покупали потому что есть у нас один пациент в курсе сахар вот это кусочки они стоили 54 крона кг а есть еще так называемый у нас кристалл вот и крупица какой из них в кристалликах а какой из них такой мелкий, мелкий, мелкий ну не мука но он такой, мелкий, мелкий так вот по моему кристалл это кристалл крупица этот маленький какой-то я не шарю я все время путаю их вот так вот один дороже один дешевле но там допустим один 30 крон другой 26 или наоборот какой-то из них так вот плюс-минус вот это кило мука тоже но мука не скажу я не знаю там супруга набрала чего надо положила по вот этому вот тоже не скажу шоколад ну тут тут вообще там от и до классный у них у чехов классный их не студентская печать называется студентская печать наверно перевести как-то это но подорожал вот он очень вкусно их несколько видов всяких разных у них вообще тут всяких разных видов море бы но вот он там и 200 граммов и даже есть вот он очень вкусно это его как президент своего рода можно везти из чехии я серьезно не шучу вот прям очень вкусный есть там понятно и 70 процентов и 80 вот дальше такой нюанс еще что хотел сказать у них нет продуктов вот там течения да вот эти вот конфеты и все нет на развес нет вот от слова совсем может где-то в каких-то магазинах там я не знаю частных маленьких или каких-то там этих скажите я скажу таких называются домашних каких-то там вот это там что-то такое есть но вообще вот в этих сетевых нету все на развес и если вас уже обманули то именно при развесе при фасовке товара в магазине вас уже никто не обманет если там кто-то сидит режет и вот так и по конфетке или там еще почему-то куда ссори поэтому это вот фасовка это этого своего рода убрать развес это своего рода улучшение как качество обслуживания и элементами не элиминация как правильно сказать ликвидация что ли нет не ликвидация ходила умное слово но сумничать не получилось цепочка ликвидации коррупции что ли так назовем да ну вот все на развесе на весах вас уже не обманут тем вот то что вы взяли то что на фабрике за фасова на можете взвесить есть там веса контрольные вот штрих-код есть можно проверить него все поэтому вот это вот плюс не так как придешь если заряженные блины вот но если она по на базарах тут все это есть или состоят все эти электронные все это туда не не делись все это но как-то так на базар и мы очень не ходим если вот эти у них называется фермерские фермерские базар это там бывает что не хочется такого этого ну хлеб там вот вкусный зараза когда вот привезут не хлеб зараза просто слово паразит вот привезут так вот но вкусно да да и их не пекарни дать не местные такие маленькие такие ну в общем бомба вкусный хлеб пекарин был класс так чё чё у нас тут еще по теме есть такое хотел вроде как хотел по ценам столько рассказать о бомбе света ну вот последний раз мы когда были нет крайний раз мы когда были это опять не поправил так ребята момент просим карпиков но михао дочек мали карпиков так я вам еще посеял только он почувал в силе она или чарчила это итальскан в серпе 18 сайна течен там заход то так потребовал сунда там злова а садить это всё время было, что она ему страшно может сказать, что он так сильно этот риф. а это как? послал сам вам это до мировок поogе, что там был внутри meeting к Петра Сохаровского, а он уже он уже вернулся с доволеной то я уже сказал меня. Ага, потому что в минуту не было доволено. Я не знаю, что он был доволен. Сейчас я звонил. Я звонил вам по моему. У меня там как на ней контакт, так и адрес. Я потребую, но аварийно. Да, я ему звонил. Хорошо. Может, напишите, что в нём есть? Ну, ясно, ясно. Хорошо. Если бы что-то на какую-то фотографию, идеально. Да. Добрый. Добрый. Дякую. Позвонить Лунячик Андрей. Позвонить Лунячик, это верно? Да. Позвоню Лунячик. Не завишите, пожалуйста. Воланый праздник. Ну, позвонит. Так, на чём мы остановились. Вот мы ехали ему в одно место, авария, едим сейчас в другое. Ну, наверное, через то. В общем, посмотрим. Через что лучше или как. Так. Ээээ. Эээ. 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 Эээ... Моциклист. Хрустик. Камьоны называют. Камьонисты и фуристы. Их кто здесь на фурах на каменах называют их хрустиками. зеркала интересно висят так ребята пацаном на чума остановились уже не помню старый заразу стал но ничего посмотрите вот это у нас с миховская надражье но это книжицы вот ангел с левой стороны и станция метро вот вот автобусовый вокзал автобусный вокзал ссори за мой француз а вот это с правой стороны строят там поезда приезжают местного разлива назовем их так вот это там будут большой торговый центр строить 15 марта все уже решение подтвердили открывает по моему в конце 27 в начале 28 два года будут подготовки и два года будет там строительство плюс региональное какое-то управление дорог чехии там будет построить там отдельный конкурс вот и ну я увидел фотки показывали как это все будет ну шикарно вам конечно старый вокзал который старый закомпонует туда и тут тут по право вот-вот написано в старопраме это этот тут на смехове этот пивовар вот миховский пивовар параметру по правой стороне варят и утром когда там сбрасывают или открывают или я чего не когда рано утром видишь там начале 7 все и вот они там когда солод это сбрасывает все тут такие запахи целый район пахнет так что вот так наверно по ценам ну чтобы еще по ценам вспомнить блин по ценам черт его знает ну вот как вот все сезонно да как вот все это ну конкретно надо но я может в следующий раз лучше подготовлюсь я как-то какой-то список составлю себе или может наоборот вот а вот еще молоко вспомнил во-во-во думаю что я еще хотел молоко короче молоко у них три вида жирности если я ничего не путаю процентная полтора процентная и три с половиной процентная так вот чтобы все было ясно процентная вообще не покупаю это 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 даже стакан быть не надо полтора процента чуть-чуть это ну а самый лучший три с половиной процента и вот она стоит только 16 крон по моему на стоит вот но да по-моему 16 или 17 вот но мы сразу 12 пачек их покупаем это все и на целый месяц нам хватает бывает не хватает так вот чего-то такого вида типа кефира там вот ацидофильное молоко я не знаю что это такое но оно все для меня как кефир только с разными какими-то там процентами или чего где-то хочется сладкого где-то хочется кислого такого вот она 26 литр но они они продаются в пасековых бутылках белых так вот и вот это еще вспомнил вот эти вот яблоки груши но это такое все сезонное когда дешево когда ну когда дешевле когда дороже по отношению к самому продукту не к вашим ценам или там зарплатам нет ну я имею ввиду это когда дороже когда дешевле так чтобы еще такое вспомнить а лексус электро по моему нет зарегистрировал вот это вот карлова на месте центр блин ну ладно один из районов центра будем потому что это потому что хрен запаркуешься а вот это вот вот это вот улица ведет на эту как ее на наверх на самый на станцию метро и п п павлова и как бы вы ее не называли никто не скажет павлова метро все будут говорить и по павла так вот по статистике они же там делают какие-то социальные такие как его ну а не опросы там стоят обычно это студенты стоят в метро сколько я считаю сколько вышло сколько ушло и опросы делают и в этих как его и в автобусах на какой остановке сколько зашло сколько вышло там крестники ставят так вот самая это густо пассажирская или как там пассажирская перевозимая станция в праге вот именно и п павлова цифры не помню вот уже не помню но они периодически это делать и публикует и вот несколько раз она вот за собой подряд вот как то почему но она так как бы к узловая там два трамвая проходят вверх-вниз ну вернее их много проходит как бы вверх-вниз маршруты может разные как там воню для это потому что вот там музей центру там вы там трамвае есть но не знаю я не могу с чем объяснить чем-то связано вот надо что же карлова на месте тут большое такое все и тут ну тут тоже тут жесть запарковаться вот если утром не приехал пол седьмого дальше очень сложно поэтому все такие сложные заказы и сначала делаю там где сложно запарковаться а потом такие вот эти обходные центры торговые центры не обход торговые центры вот где можно запарковаться где есть шанс запарковаться так потом езжу туда по поводу кофе вот может еще ценно сказать но вот в примерах там от 70 до 100 крон там есть коста кафе пау штробак не знаю потому что в штробак не ездил ну и со всякими там вкусовыми добавками со всякой этой порнографии что-то можно добавить я не знаю там что хочешь и ром есть не алкогольный это ликеры всякие ну все что хочешь ну короче так сесть перекусить с утра 200 крон кафе но но это так для канцелярских строителей строителей туда это строитель так работяги не ходят так ребята это надо ответить потом будем продолжать просим просим картиков поздравлю пан картиков ядам ликтер при том что у него добрый день добрый день а пан картиков я обходный заступник в мт-центру а пола в моем краткосте о таком а предстоит мне как сполочность целково забезпечен с подникателем так и что и бездым людям а alternативные возможности к банковым продуктам в припаде к вашим подниканию пока подникать а жалбам а че вы вы используете какие-то службы броукера подпитать какие-то терминованные вклады и так далее дякую я немам взаим дякую пан картиков это уполня в порядке я а правдоподобно ащи в нем почему у вас есть такой-то обранный механизмус а что вам вывела вам много людей которые вам нечо понукают предал его честное фон а так далее мам правду но это не зависит от того что вы имеете я вам сказал что немам о том взаим но я вам сказал что немам о том взаим пан картиков а я вам говорила что самозревле что не будете купить мацу во вертике если вы не знаете конкретно а чем вы сполочность заоберите так самозревле что немам о взаиме так что меня занимает в области капиталовых тролл так что меня занимает что если вы не обходите в том припаде с чем вы работаете вы смеете финансы или о чем вы занимаетесь я макам руками еще раз я работаю руками а перфектно в чем вы профессионал в стабильничестве в стабильничестве пан картикова поверьте что в последнюю неделю с капиталом 80% людей в стабильничестве так что я верю что вы имеете в большую конкуренцию в своем околе нет я не могу я очень желающий я очень желающий а пан картикова в том припаде очень редко что я коммуникурую с успешным пан картикова на чем вы конкретно вы действительно но вы просто вы просто какие-то домы или вы покупаете какие-то я не работаю с финансами я макам руками а вы не ставите или что вы стабильничество работаете руками с закладом 3 минуты в порядке 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 да и ну короче такие вот оленя существуют везде я я ему два раза сказал мне это неинтересно ваш продукт ну он это вот он он считает что нет но язык подвешен конечно это язык подвешен блин хорошо где информацию беру черти узнают потому что и телефон знают и майл знают красавцы не ну понятно не настройки работать так мы про кафе закончили вот ну поэтому там все это работяги наверное я так понимаю хотят чурки узнают может все изменилось вот ходят не ходят сложно сказать потому что ну канцелярские я не знаю канцелярские ну наверное с 8-9-10 работают а вот эти вообще-то косвечки уже вот там в таких на серьезных местах вот где мы проезжали Карлова на месте так там это там пол седьмого уже открыто а например вот Словак центр центр вот сегодня там там был так там всем открыто всем открылось почему как ну правда тут на Карлова на месте тут прямо возле остановка остановка открывается и чуть ли не вход блин в кафетерий в кафешку может с этим связано не знаю вот 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 мы подъезжаем уже этот к остановке Павлова а там где вот этот вот стол видно прямо так это уже на месте миру это уже там ну и Павлова это красная линия а на месте миру это зеленая ну сейчас чуть 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 проясни не 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 а а что ж таковое круто все так все так все так я так да лесу это не так что прям то не все так ахонь так ну вот по аварии это выяснили посмотрим что там это а вот вот пожарные не пожарники а пожарные пожарники до тех кто поджигает пожарные до тех кто тушит так по аварии узнали в общем это ребята сори конечно за цены получилось сумбур опять все сверх вверх вверх ногами все куча всего и это и этого правильного диалога или монолога марно у нас монолог не получилось хотелось но у меня все это хотелось как лучше получилось как всегда да менять я ну хоть что-то добавил к вчерашнего потом все это конечно было можно было вчера все в один этот монолог но получилось два но зато посмотрите на право вот этот прямо вот станция метро вон а вон чуть чуть правее вот этот вот паул дали вот кафешки которую езжу на сервис которую езжу на сервис уже вот тут тоже приезжаю рано утром от машины там прямо свет вот там есть шанс запарковать 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 иначе иначе все задницу вот сейчас уже все не запаркуйся там этот район весь по кругу весь как его весь забитый ох красавица народным считает народный как правильно тональный национальный народ да правильно будет в солнечном дне как красиво это в солнечном среде как развивали была реконструкция ну долго наверно года два или три а после реконструкции его открыли и делали ход бесплатно там какое-то время но ходили посмотреть не полноте он использован так тут проблем мотов так программа туз все все ремонтирует все делаю только начинается блин до лугу к и осенью все будет все будет ремонтироваться много-много раз а где это как его ну видно что что хочу сказать вот например там где чашто езжу да там определенная район праги ну видно что деньги я не знаю возможно там как-то какая-то часть воруется куда-то уходят к это но каждый год видно что что-то делается прям прям ну как бы поровнять масштабы допустим сколько сделали сколько не сделал я не могу сказать но я вижу что то что делается блин просто обалденно блин там вот там сейчас тут тоже такую часть переделали блин тротуары всю там ну варь ваще блин боссы где-таки знаете это не сбывали такие как бы социалистические такие гадюшники такие как вот там вот думали что будет хорошо а получилось как и вот это сейчас там привели в порядок ну ну просто шикардос ну шикардос не то слово едешь там хоп там кусочек хоть там кусочек кусочек так образно я говорю да там какая-то часть ремонтируется там ну красоте красоте и вот мы сейчас поедем на вот это главный вокзал вот по правой стороне а мы поедем еще на один внутренний как бы для электричек это главный вокзал поезда приходят а вот тут там чуть ниже сейчас на полевой стороне и будем приезжать там стройка большая идет там будет это там будет а что там будет там вот это же у меня на аварию но не а на аварии там хочу заделать вот стройка вот одна а вот вторая вот эти вот если я правильно как мне объясняли понял то вот эти две вещи должны вроде как между собой быть соединены какой-то лавка еще а внизу этот вот вокзал посадиково на драже ну на драже это вокзал вот так вот мы туда едем сейчас ну рядышком туда там сейчас тоже бардак такой я не знаю смогу или не смогу потому что это запарковаться а потом и нам вот ехать назад вот эту пробку попадем боли мы можем как-то по-другому что-то придумали так а вот это ребята вот прямо чуть правее там будет прямо центральный автовокзал флоренц вот это вот вот это вот сейчас будет там прямо выйдем там будет прямо центральный автовокзал флоренц центральный автовокзал автобусный ну да авто автовокзал вот и вот там вот все все автобусы в город таки ухо не попасть большой вот это я что-то прижалку зараза к бровке близко вот прямо но ее не видно так ну там тоже конструкция была сделали красиво это вот это вот это вот метро слива это она флоренц называется и она это там две линии красная и желтая они пересадку делают ну как бы считается такая центральная она ну они тут их несколько таких пересадками ну вот она такая как бы самая такая крутая считается почему-то желтая там в центре можно вон и красную на зеленую прям в центре все но флоренц почему-то считается ну такой вот как неофициально что ли крутой такой перестаткой не знаю почему так ну вот сейчас попробуем если запаркуемся нам повезет но я сильно-сильно в этом сомневаюсь ну если не запаркуемся сейчас будем искать возможности потому что второй раз сюда ехать ну не желание а это потому что ну второй час мне никто не оплатит но второе поездку это будет за мои деньги а как позитивно хочется что тут такое блин кто куда едет или кто куда не едет КОШМАР КОШМАР так она налево будет задница нету там нету там только у вас я уже туда вижу вот так вот пускаем он должен меня пропустить но тут ребята правила негласные не работают блин автобус зарабатывает деньги будет людей все блин все блин этим все сказано я я успею так а ну вот тут вот если я сейчас блин этот сейчас красный туда встанет ах нехороший человек да встанет блин чуть чуть я не успел так попробуем а вот сюда вот 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 в Коста Кафе нам туда надо блин сейчас посмотрим запаркуемся где нибудь тут ну может это как его чуть чуть пошевелишься блин красавица идет и спит блин так тут все занято нам тут блин на 2 минуты всего лишь зайти и это и тут все занято да ай совсем чуть чуть бы подвинулся я бы туда влез глянь вот тут бы место раз и все ай зараза сейчас пойдем еще искать где то не везет не повезло в общем с парковкой центры это же если тоже вот сюда тоже она с утра приезжать так посмотрела блин я ее не не так а тут тут тоже нигде ну что поехали по кругу кружок сделаем сейчас небольшой может может вот 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 мне сюда она там где скорая стоит все сейчас там не сделаешь парк сейчас кругом кружок нарезать, может там получится да это было все предсказуемо и очевидно заехать, запарковаться среди дня это просто нереально и туда куда мы сейчас поедем, там тоже будет нереально, ну поставлю на эти как его, на аварийку блин и схожу а что делать ну где-то на красный поехал вон с левой стороны это тоже цветет эта птичка сакура японская сколько мы стоим вот уже 8 минут настояли стоп, стоп, этот двигатель включается ну и время пишет сколько мы стоим что двигатель не работает в поездке так, мы сейчас будем тут искать теперь наделки, сильно сомневаюсь но поставим тогда на аварийку, а что делать вот что делать с этой стройкой вот я тут строят так, вот мы объехали будем сейчас искать кто же не сильно верит, что запаркуемся вот тут стоят да тут кошмар блин все на аварийках стоят такие же хитрые как и я блин, ну вот как где тут нам надо раз ну вот сейчас туда становимся блин исходим ну значит штраф получим значит получим штраф другого варианта нету все ребята всем спасибо за ваше время всего доброго и до скорых встреч